Ольга Вячеславовна, добрый день! Мы очень рады, что вы нам уделили время и хотелось бы вам задать несколько вопросов. В какой период жизни вы решили заняться преподавательской деятельностью? Это случилось не сразу, поэтому это был осознанный выбор. Я пришла уже из врачебной деятельности в преподавательскую. Я еще раз повторюсь, это было осознанно. А почему вашим выбором стала гистология? Гистология меня привлекла своей фундаментальностью. Казалось бы, может показаться, что это скучновато. На самом деле это не так, потому что это в принципе базовые знания строения здорового организма человека, на котором строится понимание всех физиологических, а потом и патологических процессов, которые начинают формироваться в живом организме. Но вот вы уже сказали, что гистология является фундаментальной наукой. А есть ли у вас какие-то способы, с помощью которых можно легче запомнить материал, что особенно актуально для студентов первых двух курсов? Да, вы знаете, в чем сложности именно для студентов начальных курсов понимания гистологии? Потому что нет представления о медицине пока еще, то есть нет клинического мышления. Поэтому задача преподавателя, конечно, по максимуму этот материал связать с клиникой, чтобы студенту было понятно, для чего он это учит, как ему это в будущем пригодится. А что для вас значит быть преподавателем? Ведь это огромная ответственность перед студентами, пример для подражания. Ну, как вы сказали, это, конечно, прежде всего, большая ответственность. Но я люблю свою работу, люблю преподавательскую деятельность. Я не считаюсь, скажем так, преподавателем добрым, да, но я считаю, что доброта, это, наверное, может быть, не то качество, которое должно характеризовать преподавателя. Здесь прежде всего наша задача заложить основу, фундамент, понимание, которое даст потом в будущем клиническое мышление и позволит стать хорошим доктором. Могли бы вы рассказать об одной из запомнившихся ситуаций в вашей студенческой жизни? В моей студенческой жизни так много было всяких ситуаций, но, наверное, самое памятное связано с тем, как мы занимались физиологией. У нас был прекрасный преподаватель, мы так любили. Несмотря на ее строгость, я до сих пор помню весь тот материал, который был дан Марин Борисовны Буровой. Вы совмещаете работу врачом, учебную деятельность и проводите научные исследования. Кроме того, вы занимаетесь спортом. Хочу отметить, вы прекрасно выглядите. Как вы все успеваете? Есть ли у вас какие-то секреты тайм-менеджмента? Ну, знаете, это, наверное, образ жизни. Я, в принципе, человек, который не любит сидеть на месте. Для меня интересно, какое-то движение, развитие. Ну, я думаю, что именно с этим все и связано. Чем вы увлекаетесь, как вы отдыхаете вне рабочего времени? Ну, его очень немного, но вот как раз занимаюсь спортом. Очень люблю. Какой совет вы бы дали себе, если бы была возможность вернуться в прошлое? Наверное, прожить эту жизнь точно так же. У вас есть жизненная кредо? Да, и не одно. Вот. Я, во-первых, считаю, что нужно быть всегда оптимистом, что не нужно зацикливаться вообще ни на каких проблемах. Их нужно просто переживать и забывать. Можете вспомнить и рассказать какую-нибудь теплую памятную историю, связанную со студентами? Их огромное количество, потому что преподавательский стаж огромный. Конечно, самые теплые воспоминания – это со студентами, которыми мы занимались научной деятельностью. Господи, сколько проведено времени в лабораториях научных, сколько было смешных историй, иногда переживательных, но это всегда классно, потому что это дети, которые будут очень хорошими врачами. Какими характеристиками вы наделили бы идеального студента? Вы знаете, прежде всего, это трудолюбие. Потому что очень часто даются изначально базовые качества, очень хорошие, сильные. Но иногда студент не может ими воспользоваться, ну или не хочет ими воспользоваться. А вот трудолюбие – это то, что лежит в основе успеха. Спасибо. Ну, что можно пожелать молодым, красивым, успешным, стремящимся? Ребята, живите и наслаждайтесь жизнью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok